Салютун, homie! Здравствуйте, люди! С вами Эсперанто Первый канал и Ирина Гончарова. Сегодня у нас Михаил Паорин, московский бард и эсперантист. И у нас к нему несколько вопросов. Салютун! Миш, ну расскажи людям, кто ты по профессии, что закончил? По профессии я инженер-химик-технолог. Закончил в 1985 году Московский химик-технологический институт имени Менделеева. А когда ты выучил эсперанто? А эсперанто я выучил несколько раньше, тоже благодаря тому, что я химик. В 1982 году в журнале «Химия и жизнь», который я тогда выписывал, появился курс эсперанто для химиков. И не только для химиков, а для любых научных работников. Поскольку я языками всегда почему-то интересовался, не знаю почему, естественно, меня сразу такой курс заинтересовал. И я решил просто ради спортивного интереса попытаться выучить этот необычный язык. И что же из этого получилось? Из этого получилось то, что я очень быстро одолел этот курс, потому что он был рассчитан на то, чтобы ученые могли быстро научиться читать тексты по специальности. И после этого я уже пошел в эсперанто-клуб, и там как-то быстро втянулся в эту жизнь. Начал учить песни на гитаре, начал слушать различные лекции, участвовать в клубной жизни. И где-то уже через полгода я поехал на первый свой слет, что называется, с погружением на 2-3 дня. И там я уже мог совершенно свободно, без проблем общаться на эсперанто. Вот, если мы заговорили уже о твоем участии в эсперанто-движении, то, может быть, мы и начнем с твоей первой песни, которая связана как-то именно с эсперанто-движением. Да. Ну, свою первую песню, связанную с эсперанто-движением, я написал в 1986 году. У нас тогда в сентябре месяце в Ялте проходили встречи эсперантистов, которые назывались «Велуро сезону», то есть «Бархатный сезон». Очень приятная была обстановка, хорошая погода в это время в Крыму. И вот я в 1986 году поехал на такую встречу и перед этой встречей успел написать песню, которая так и называлась «Велуро сезону». И сейчас ты нам ее покажешь? Причем я должен сразу предупредить, что у меня там язык не заплетается, потому что, как вы можете заметить, в припевах поют то «Велуро сезону», то «Ревуля сезону», то «Веруля сезону». Это такая игра слов, на какое слово заканчивается куплет, на такое же слово начинается и припев. Ну, это долго объяснять, для этого лучше выучить эсперанто, и тогда вы оцените эту игру слов. Ну, сейчас послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok